как видите самовар мой кипит надо срочно выдергивать его из розетки пришли охотники кого-то поймали но потом хотя можно было сделать можно взять бутылочку 100 грамм чекушку чекушку 100 грамм водки и вы знаете все дудят в одну дуду что везде стало с зарплатами везде всем огромнейший привет это первая съемка в новом году поздравляю вас всех с наступившим новым годом друзья я думаю что наступивший новый год будет лучше чем старый будет меньше проблем ковид куда-нибудь идет ночью сегодня с утра был нормальный денек я попрошлась по хозяйству засняла корову козочек а а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, всем привет! У нас сегодня тихий денек, сегодня 2 января, после новогодняя пора. Нет ветра, поэтому я так свободно снимаю на камеру, ничего не задувает. Коровы, как видите, обедают, завтракают, ужинают, почти все съели. Я знаю, что вы скучаете по таким пасторальным сельским видам, поэтому сегодня делаю для вас сельское видео, деревенское, то есть той жизнью, которой мы живем. Да, сено мы подъедаем, козы стоят в сарае, едят сено. Козы, 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 козы используется для всего в данном случае ей вот сейчас как видите накрыто сено он там соломы тюки все под пленкой да замечательно ничего не портится ничего не намокает просто здорово друзья и когда я вам начала показывать стога сена я не пойму что это за пятно вот здесь под пленкой кто-то черное видите вон там пятнышко кошка какая-то спит или кто-то залез из духа шевелится кошка котик ты чего здесь делаешь это наш год конечно конечно тебе там хорошо да здесь пахнет солом здесь у нас любили кур нестись вот смотрите тючки тюки хорошо тебе там до тепло иди сюда кс-кс иди ну слезай своей летней кухне затопила русскую печку мы будем сегодня здесь печь хлеб расскажите дорогие друзья после нескольких дней новогодних праздников чего вам больше всего хочется мне хочется чего-нибудь легкого какого-нибудь супчика честно говоря я считаю новый год вредным праздником потому что ну потому что знаете вот такое чувство что за ночь люди собираются съесть больше чем они съели за всю свою прошлую жизнь ну так вот а я перед новым годом получила интересную посылочку я стала теперь общаться с людьми которые занимаются профессионально травами и перед новым годом как раз мне пришла такая нормальная посылка одно плохо там разбился шишкин мед шишкин мед это сироп из шишек сосны друзья ну как всегда наша почта она не может довести посылку чтобы чего-то мне разбить и вот этот сироп растекся у меня по всем пакетиком с травой который мне прислали и все естественно все залил но я аккуратно достала просушила я хочу вам показать тогда и кстати я оставлю вам ссылку на канал человек занимается травмами профессионально все это собирается знать где в кубинке манский район красноярский края к поселению кубинка очень такой очень ответственный они подходят к сбору трав посмотрите вот такая упаковочка мне естественно это интересно потому что но я вам не зря говорю что я собираюсь заняться я этим обязательно займусь тем более что на новый год у нас были гости и вы знаете все дудят в одну дуду что везде стало с зарплатами хуже везде даже те люди которые работали казалось бы у нас есть знакомый вообще диспетчер самолетный самолетный диспетчер на севере так вот он говорит что зарплата у них урезали потому что вы думаете почему потому что зарубежные самолеты перестали летать над ними ну в общем короче там у них как чет рассчитывается и зарплата у них упала представлять то есть не мы как бы отнимаемся не только крестьяне жалуются друзья это вот такой классный мыльца я вам обязательно оставлю ссылку на канал кто интересуется я думаю что своим здоровьем сейчас интересуются все на просто времена такие я сейчас дождусь пока у меня оттают дрожжи я сделаю тесто мы пойдем смотреть на сопло дианхи но я хочу вам показать что мне прислали вот иван чай например цветы иван чая тут секретик я уже посмотрела здесь какая-то жевательная смола насколько я помню вот а сера сера сибирская жвачка сера друзья в общем в общем так я начала изучать этот вопрос и обнаружила что у нас растет много таких трав которых нет нигде и соответственно мы будем обмениваться будет какой-то бонус я еще даже не смотрела цветы лаванды пустырник сибирский пустырник медуница у нас не растет не любят цветы и листья ромашки аптечной посмотрите видите шишки на все склею я еще вообще вот лист иван чая отборный хочу заварить чай семя льна мято и так далее очень все эти травы я буду заниматься тем же самым такие дела но кроме всего прочего я не забываю про свою коптильню где пчел не видно же это не в кучке так это смотри вот мало дуб дали подмор будет мне подмор нужен нет молчат фонарик в этом погребе мы раньше хотели сделать сырное хранилище вот здесь вот видите за оэсби вот в этом помещении сейчас нет лампочки там должен был лежать сыр там все оштукатуре на потолок стены все на свете если вот здесь дубовые стены то вот там все оштукатуре над цементом поделили на две части сейчас там у него стоит улья туда не пойду потому что там нет света вот и возможно там я именно там в погребе поставлю коптилку если я соберусь все-таки на самом деле этим заниматься ну вот друзья пока я ходила у меня потухла печка сейчас будем разжигать ее опять друзья у меня тут дымовуха закипел самовар сейчас вам покажу сейчас подправлю дровишек ой здесь так тепло так классно вообще здорово как видите самовар мой кипит надо срочно выдергивать его из розетки так пришли охотники кого-то поймали сейчас ведь открыт сезон охоты на зайчиков так далее ну зайчики во всяком случае попадаются постоянно у нас собак который не бона которая вторая вот она получает что от природы может брать след и вот у нас сын сергей постоянно уже охотник николай тоже охотник но сейчас не охотиться не ходит на охоту а тот постоянно ходит его сейчас я сейчас смотрю протащил мимо кухня зайца сейчас они вот там разделывает уже не первый зайчик тем более по снегу по снегу хорошо за ними ходить потому что видно следы у нас вообще живности много мы когда ездим по полям по постоянных кто-то попадается зайцы лисы лиса вообще вот я недавно видела мы буквально ехали по трассе ну по трассе где машины ездят и она там на трассе стояла ела ну то есть с живностью у нас полный порядок чтобы вам не было скучно посмотрите как я солила перед новым годом красную рыбу я не только делал стол на тысячу но еще как бы делал такой обычный стол обычный и солила для него форель засолить очень легко я это делаю на глаз получается просто шикарно вот я сейчас сижу и смотрю что вчера я покупаю вот эту рыбу форель лопухнулась я была уверена что это хвостовая часть ну то есть я вот так на него глянул смотрю какой хороший хвостик то есть вот как бы после брюшка идет вот такая часть хвостовая я все время беру на балык в смысле на то чтобы посолить а сейчас когда начала мыть обнаружилось что это наоборот часть от головы то есть вот здесь была голова понимаете вот и теперь я сижу и думаю что же мне делать наверное скорее всего я сейчас вот акту его отрежу и сварю с этого дела из позвоночника уху а все остальное засолю друзья новый год на пороге новый год обязательно должна быть на столе красная рыба я очень люблю сейчас посолим по-быстрому а заодно поразговариваем я только что но почти закончила свой новогодний стол на 1000 рублей помните я вам грозила что я для вас сниму видео на 1000 рублей новогодний стол я хочу сказать что он не так уж в принципе это страшно у нас получилось достаточное количество нормальных блюд причем я выбрала такие но которые точно съедятся такие понимаете традиционные традиционные сейчас мы постараемся аккуратно срезать вот эту переднюю часть жалко конечно потому что по такой цене покупать кости на уху сами понимаете нет вот эти вот щечки ну конечно хорошо и даже специально солят отдельно может быть мы тоже посольный здесь такой старый срез вот видите что вот здесь от мою все а это на филе супруг принес недостающие продукты потому что стол на тысячу рублей это стол на тысячу рублей а как бы новый год у нас все равно будет праздноваться так это мы срезаем и вырезаем позвоночник ночью до пенсию далее все пенсионеры получают до нового года пенсию не добавили а то может убавили на было ребрышки я доставать пока не буду пусть оставить так как есть солить рыбу я сейчас буду на глаз ну вообще на килограмм идет две ложки соль ложка сахара просто смешиваешь и вот так солишь сахаришь но на глаз я первый раз солю поэтому поэтому все будет нормально вот так нужно обмазывать обмазывать чтобы все это как бы проникло внутрь некоторые специи добавляют я не добавляю красную рыбу мне кажется такая вкусная что не надо вроде бы у нее никаких специй вот так укладываю вот так сверху чуть соличкой и все сейчас в пленочку и в холодильник и она буквально не знаю двое суток и она просолится через сутки все-таки будет мне кажется сыровато если хотите чтобы просолилась вот так порежьте вот таким моментальным образом я посолил рыбу я вот сейчас смотрю на вот этот баллончик со взбитыми сливками и говорю что наша молодежь совсем не то что мы то есть у меня дочка взяла на свои торты вот такие взбитые сливки я не стала брать но вот не стала бы брать потому что я таким товаром ну как бы не доверяю что ли я бы взбила если бы у меня давились коровы нормально я бы взбила свои ну или как вчера отбрала ультра пастеризованные но я вам хочу сказать что свои собственные сливки взбиваются ничуть не хуже я даже взбивала сливки которые просто так сверху сняты с банки нормально взбиваются я вчера еще раз говорю меня отвлекли потому что звонят целый день делала стол на тысячу рублей вот сейчас у меня там даже с курочкой мы накроем посмотрим что у меня получилось вы знаете интересно все таки вы вообще пробовали подходить к продавцу и говорить дайте мне два огурца либо 200 грамм капусты я вас уверяю не каждый на это решится но в принципе продавец нормально среагировала она взяла с меня 48 рублей за дело дала мне 200 грамм капусты я просила три огурца три а потом когда увидела какие они большие взяла все-таки два вот на это меня сподвигли некоторые блогеры мне стало интересно смогу ли я накрыть новогодний стол на тысячу рублей но я вышла все-таки из бюджета во-первых я уже вам сказала что некоторые магазины подкачали с ценами а во-вторых но я все-таки вспомнила знаете без мандаринов не интересно кроме того ну кроме того в общем вот я делаю это в первый раз я в тысячу не уложилась у меня ушло где-то 1200 но тем не менее 1200 тоже небольшая сумма согласитесь для того чтобы накрыть такой консервативный консервативный стол на новый год да еще и с компотиком между прочим у меня между прочим были мысли думаю может быть мне еще и какой-нибудь ликерчик туда присылок купить но потом хотя можно было сделать можно взять бутылочку 100 грамм чекушку чекушку 100 грамм водки выжать апельсиновый сок смешать это все дело с водой и вот этим сиропом разбавить водку и получится замечательный ликерчик но это подумала что ладно так и быть и короче очень мы торопились а бутылка этой лодочки вот чекушечка стоит всего 60 рублей то есть в принципе вполне можно было сделать и тем не менее из апельсина я сварила компот вы это все увидели увидите в следующем видео которое я сделаю я просто сейчас сижу и жду когда же у меня доготовится то что я не успела доделать у меня там на веранде застывает холодец и все такое прочее если вас интересует мое мнение то я против охоты против мне не нравится мне всех жалко но я же не могу изменить сложившуюся ситуацию что муж мужчины любят охотиться что они состоят в обществе охотников ну и так далее когда наступает сезон они ездят и добывают все что можно добыть но я вообще если хотите знать против друзья ольха у нас растет на речке сейчас пойдем и я вам докажу что даже зимой в январе месяца мы можем собрать что-то полезное для себя ольховые соплоди на самом деле очень полезные они обладают кучей лекарственных свойств и я вам потом про это дело расскажу пойдем потихонечку пока у нас там печка горит пока готовится тесто мы как раз успеем сходить поинтересоваться когда мы куда-то идем на природу за пределы двора я часто беру с собой собаку бону другая собака бобик это он уже увязывается сам ну собакам сами понимаете удовольствие побегать а тимур у нас любит делать ангела это называется ангел видите первое чем здесь можно поживиться по дороге к речке растет вот такой бояршник как видите зима в этом году не суровые ягоды еще не склёваны ну понятно для чего бояршник от сердца для того чтобы заваривать в чай я сейчас собирать ничего не буду я просто хочу показать вам вполне возможно зимой что-то такое полезное найти для организма речка у нас вот такая в этом году но она любит воду но сейчас подойдет она не пойдет туда наверное нет она она не пойдет ты здесь не скатишься нет это кажется что здесь мы хочешь скатись по кругу у тебя брюки сейчас все мокрые будут я боюсь правильно пойдем нам до осин осталось чуть-чуть вообще погода конечно сегодня прям хорошая располагает к прогулкам такой легкий ветерок и не холодно вот здесь следы я специально посмотри это вот следы как у утки видишь часто 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 вот следы на вот как будто уточка ходила интересно кто это с такими ластами там живет часто в речку провалишься не надо видите прям как будто гусь но естественно гусей здесь нет это либо бобер по моему у него такие перепончатые лапы либо я не знаю кто у нас здесь внутри живут я сама лично видела но наша собака так я вас вытаскивать из воды не буду поэтому не лезьте то есть при завод посмотрите он получается вот этот бобер или кто-то с такими лапами дошел ну там следов уже не видно нырнул и вышел где-то на другом берегу а вот где вышел непонятно вот смотрите вот эти колючки которые растут побери по берегу в общем это такие я все время считал что это лопухи на самом деле это лекарственное растение называется дурнишник вот так оно выглядит зимой такие вот у него листья знаете прям противные вообще какой-то такой цвет у него не зеленая какой-то светло-зеленой в общем это дурнишник друзья ну что мы нашли ольху их здесь несколько деревьев но вообще по берегу реки их достаточно много смотрите оно все такое красное сережечки саплодия саплодия можно собирать сейчас сережки нужно собирать чем ближе к роспуску тем лучше но тем не менее посмотрите вот висят сейчас понятно что не в сонном состоянии так ольха шишечек очень много сейчас я подойду поближе вот они сережки саплодия не сейчас но набрать можно бюбон набегалась мы пришли печка у нас как раз прогорела и я поставил сюда шашлык посмотрите здесь кирпичик там такая подставочка чтобы он был над углами все то же самое что и мангал замечательный шашлык у нас получится вот так переворачиваем вот так переворачиваем все как обычно друзья наверное снимать можно до бесконечности подгорел вот там где видите в печке вот там не видно же мне же не видно переворачивать в общем чуть подгорел все на этом всем пока потому что еще много дел еще надо туда сходить хлеб поставить это в общем съемка вообще никогда не закончится всем пока и 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 Субтитры создавал DimaTorzok